здравствуйте дорогие дамы и господа и сегодня пожалуй мы на нашем маленьком но уже большом шоу обсудим очень странный автомобиль ну во всяком случае для нашей местности да и не только для нашей если перепрыгивать на тему того что какие у нас европейские автомобили есть сибири то у нас есть практически все потому что вот это кровосвещение японской и европейской школы происходит именно здесь и да если вы в сибири у нас здесь знаете минус 35 минус 45 это все дела у тебя новая свежая бмв и ты такой ох приходишь и заводить ничего не получается и вот эти ситуации когда алло здравствуйте это служба отогрева автомобилей но у меня бы вы замерзла и ты слышишь обязательно гудки в ответ тебе ну и также если у тебя дизельный то урок то возможно даже уже все твой номер знают и трубку не берут поэтому сегодня у нас такой замечательный автомобиль который называется ягуар x-тайп серьезно ли сегодня зарабатывать на инвестициях да еще как это просто неимоверная прибыль для всех от студентов до пенсионеров нет никаких ограничений в ваших желаниях зарабатывать максимум с высокими ставками прибыли или начиная со 100 рублей любой полученный доход будет идти непосредственно на вас счет и его можно сразу же использовать на личные нужды забудьте фразу я сегодня не при деньгах теперь всегда найдутся деньги на карманные расходы или для хорошей гулянки ваш партнер и лучший друг лтд ли он позаботиться о том чтобы всего за несколько дней вам накапало столько процентов сколько выберете именно вы респект за скорость инвестиции не только превосходят проценты вложенные в банке но и окупаются в короткие сроки остается лишь только вложиться уже сегодня и получить целых 1,6 процентов в день ваш кэш растет а саму прибыль ограничивает только воображение и количество купленных депозитов ссылочку на лтд ли он вы найдете в описании проходите и зарабатывать если вы открываете любой обзорчик на эту тачку а я провел нужно сказать что исследовательскую работу очень большую сразу первая фраза и мы кстати не будем обделять вот эту очередь из автоблогеров которые сразу это платформа форт мангео ребят для тех кто так считает или начитался википедии других остальных вот этих всех вещей да дело в том что если вы просто вспомните что такое ягуар а ягуар это премиальные тачки и в принципе вот в моем подсознании у меня же такой очень странный образ мышления я когда мне говорят ягуар постоянно представляют те самые английские американские и еще европейское количество огромное там у них стран ну если представить чехословакские фильмы как шкаф только фильм но ничего страшного в общем у меня ягуара ассоциируется как раз таки с загромадными седанами с вот этой величественной роскошью с и деревом с реликтовыми породами с инхрустацией в приборах и всем 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 остальным здесь же что сделали ягуар они взяли до платформу но как они ее взяли 19 процентов 19 процентов запчастей от форда mondeo подходит на этот автомобиль это если у вас еще и переднеприводная версия если у вас полноприводная версия как наш автомобиль у вас подходит очень мало запчастей если говорить и коллег квалифицировать как-то этот автомобиль они его выставили как d-класс и сай понятное дело чтобы удешевить производства до для того чтобы разрабатывать новый автомобиль нужны денежки у ягуаров двухтысячные года они все так было прекрасно и они решили позаимствовать просто платформочку если что и ну если кто не понимает слова платформа это не один и тот же автомобиль но японцы опять все неправильно поняли и если взять toyota vids то на его платформе а у японцев это равнозначно что и все запчасти например подходят подвески моторы на toyota vids собрано такое огромное количество автомобилей так же как и на короле практически половина модельного ряда toyota которые праворукие для японии внутреннего рынка и так далее здесь у нас сегодня два с половиной литра в 6 полный привод кожаная сидит именно кожаные сиденья шикарнейший салон ну и собственно говоря английское качество что за не нравится вот в европейских тачках форде как открывается капот через анальные муки ты ключ вставил там карданчик сломал у меня был ford c max это такая я промолчу нельзя мы не материмся в роликах иногда а здесь открыл раз все пожалуйста по-человечески значит здесь у нас v-образная шестерка в европе любят дизель у дизеля свои проблемы в сибири дизели очень мало и практически нет и причем дизеля было 21 проблемный один еще более проблемный сами решайте какой дизелях я разбираться абсолютно не хочу значит мы открываем все это дело и что мы видим блин да это простой ягуаровский v6 точнее он фордовский но ягуаров потому что фордовских запчастей сюда подходит минимальное количество но при при ближайшем рассмотрении мы видим датчик дмрв по-русски на самом деле маф или там датчик развод масса расхода вот короче много у него обозначений кто не понял вы поймете собственно дэнса он такой же по моему стоит на субарях ну и в принципе если вбить номер в каталог он будет стоить 500 рублей на разборке по любому я вот тут смотрю на катушки это тоже дэнса то есть стопудово на какой-нибудь пресловутой тойоте они стояли тоже стоит пяти в пятишечку и так вот раз 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 я посмотрел бачки гура тут здесь тут и в принципе то в принципе все что здесь можно сейчас любители закрывать капот и учить меня как надо закрывать капот и будут орать но мне хозяин так сказал закрывать и он не закрылся а нет закрылся два замка как на бв собственно здесь весь тот же вопрос как с land rover вы можете покупать оригинальные запчасти по каталогам за over а мы опять не материмся да ну вы поняли за огромное количество денег либо вы можете чуть-чуть применить сноровки логики хитрости хитрый лист в каталоге начал листать да и можно покупать запчасти в принципе недорого на этом автомобиле как вы уже заметили заменен мотор и стал он всего лишь в 40 тысяч рублей сейчас все владельцы gz даже атмосферно такие на subaru стоит столько мотор нормально сорокетик ну смотря какой и в принципе то я смотрю на эту тачку они позиционировали ее как d-класс но она не больше бэхи тройки то есть она по сути сейчас как современная королла но это все тенденция времени но все растет вширь все огромное жирное но если мы пойдем дальше смотреть что у нас тут такого интересненького то открываем заднее сиденье и видим да дверь достаточно большая ну тесновато объективно тесновато ну я бы не сказал что вместо много прямо ну тесновато я вот даже если сяду значит ну мне реально тесно я спереди сидел и подснимал панельку мне было норм а здесь уже коленочка упирается то есть d-класс d-классом но местечко сзади маловато и для головы в том числе то есть один один среднестатистический сибиряк в капюшоне будет испытывать дискомфорты блин я вот смотрю я на не катался сейчас и не сейчас я ездил на таком автомобиле и мне кажется что это что-то вот не похоже ни на что не на бмв не на ford мандео уж тем более ни в коем разе не на mercedes что-то свое и обособлено слушай давай прокатимся значит если говорить про вот эти вот все приколюхи которые здесь существуют мне доставляет одна вещь вот смотри обычно уровень как у тебя дует вентилятор он регулируется под вот этими всем вещами здесь прям реально добавь громкость вот крутилка сделали а и молодцы не понятное дело что все может выглядеть дороже но тем не менее значит еще что про коробку в первых ландроверах была вот такая вот штука с двойной такой лесенкой и она прям здесь доставляет ну круто то есть не как у всех вот это вот пищу льда которая входит вверх вниз а вот это вот и все клюк круто что еще здесь самое прикольное это не шпон это не пластик как в ниссане это не тойотовское дерево за 39 95 из леруа мерлен которая оля даже и паркетом то не назвать просто наклеечка это нормальная абсолютно гордое дерево да есть вопросики она как и во всех тачках в которых есть дерево она рассыхается она бывает лопается лак она иногда иногда изменяет свою форму но тем не менее знаешь какую вещь здесь для себя открываю вот не то чтобы как бузова я открываю мир других мужчин я для себя тачки открываю но блин мне нравится вот я максимально скептически отношусь к ягуаром потому что свежие ягуары мне внешне не заходит никак не в пейсы ни xf ни что а этот он и внешне мне нравится у него достаточно крутые линии особенно линии капота и вот этой вот попки то есть они до взяли платформочку но сохранили свою вот это вот 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 все свои формочки все свои линии за что их любят то есть машина в потоке узнаваемая потому что другой такой тачки с такой же попкой или мордочкой нет вроде бы фара 2 но не mercedes не пв что здесь касается технических вопросов самые распространенные конечно же здесь 2 и 5 мотор в 6 196 сил но практически 200 и у нас здесь полный привод они бывают переднеприводные но эта версия она более веселая потому что если вот сейчас все будут субароводы и любители субару прям ликовать здесь распределение момента 60 процентов на попку и 40 на перед то есть чисто на бумаге драйверские характеристики этого автомобиля должны нас вообще чипец как удивлять ну и расположение то есть здесь товарищ который ездит на этом автомобиле он таких же габаритов грубо говоря как я и посмотри я сижу мне максимально удобно да я прекрасно понимаю что человек сзади за мной не сядет если это не ребенок понятное дело что он выпускался с 2001 по 2009 год и вот это вот вся зеленая подсветочка монохромная она подустарела я прекрасно понимаю что я вам сейчас рассказываю про минимум 11-летний автомобиль но тем не менее не все же стремятся вот этим крутым цветным экраном touchpad сенсорным панелем всем вот этим вот кому-то нужен просто комфортный автомобиль для того чтобы есть и кайфовать ох замурчал британский кутика он мне нравится шикар автомат такой кстати автомат ну сами знаете прекрасно что они здесь распространенные очень много куда ставились поэтому никаких проблем с коробкой здесь не может быть кстати что касается характеристик на бумаге поговаривают что среди всех европейских автомобилей которые выпускались в это время это одна из самых жестких по шасси дача то есть накручение на верчение она вот эти все вещи она очень жесткая и вот едешь на самом деле у нас здесь есть дорожка по которой в принципе я езжу постоянно и примерно понимая что должна по тачка по ощущениям тебе отдавать и она достаточно комфортно и приятно ну то есть нет вот этой вот сверх там управляемости как на старых бмв она не нужна здесь это тачка для размеренного образа жизни такой можно сказать что не то чтобы автомат калашникова он сверхнадежный это не камри 2 и 4 думали что и 5 скажу 2 и 4 3 и 5 коробки вот так вот делать так значит для тех ребят кто там ford monday скопировали все что могли подходит передние и нижние рычаги по тормозам парочку вопросов и если это полноприводная версия сзади не подходит ничего потому что подвески абсолютно разные даже привода разные размер то есть я и думаю что размещение в подкапотке мотора там коробки она тоже имеет свое значение и немножко туда-сюда лево-право короче все по-другому есть мелочевка которая подходит она по каталогам бьется и я думаю что много запчастей которые подходят с других автомобилям там электрики там гурики насосики бензонасосики там вот эти вот все приколюхи но в основном оригинальная тачка но отличающаяся от других мне пока я не знаю как вам то есть да будем посмотреть и я понимаю прекрасно что меня начинают тянуть к себе больше не европейцы англичане потому что рейдж ровер спорт покатались это какая интересная машина какая вкусная тачка ягуаре сейчас катаемся и выглядит офигенно мне нравится эта сдержанность в линиях и вот эти вот эксперименты с капотами со всеми офигенно мне нравится вот просто нравится и и и и и и что касается расходов уже все пишите как какой раз подскажите пожалуйста значит все зависит от езды но товарищ который нифига не медленно ездит говорит 12 14 ну и для нашего региона с полным приводом как можно кайфовать так что дамы и господа наша задача лишь рассказали о тех автомобилях которые есть интересные не будьте посредственностями не покупайте в это то что вам за автомобили сейчас выдают лучше возьмите возможно бушная подешевле покатайтесь посмотрите познакомьтесь эта тачка да она возможно будет не так быстро продаваться на рынке не так как приору можно будет скинуть за три дня но тем не менее вы что-то поймете для себя нужно вам это или нет это не автомобиль например рабочий рабочий автомобиль есть это называется вот лада аваргуст ты купил она ездит не ездит мотор раз два три она ездит дальше это не туда мы вам пытаемся рассказать автомобиля которые могут принести удовольствие для меня автомобиль это в первую очередь продолжение моей личности продолжение меня способ выразиться мы видео для этих людей снимаем для таких потому что серость она не прикольная не крутая и вот в этой тачке я чувствую что из нее можно что-то сделать прикинь вот такого взять хрен с ним с полным приводом огромные колес на полках даже англичанин вот огромные хромачи прям на таких чуть один с половиной джей на пол вот так как уши в чебурашки расставить заднюю ось и стелить а вот вот я бы его взял я бы и 210 взял мне тоже нравится тогда немцы делали блин тачки которые представляешь насколько им было невыгодно производить например сто двадцать четвертый mercedes да потому что люди покупали один сто двадцать четвертый mercedes а он падла не ломался а если ломался его можно было своими лапками починить даже если ты котенок им невыгодно было его производить потому что никто не покупал новые конечно у них там у них толщина крыла толщина крыла как трехслойный порог в солярисе представляешь то есть они когда сделали и они только сейчас догнивают и сейчас дух вот так что дамы и господа с вами был я дядюшка борода наши прекрасные мысли этот замечательный ягуар лес в сибири снежок снежок посмотрите везде лежит подышать выезжаем у нас тоже своя сложная ситуация с черными небесами с мордором ну с этими вещами красота смотрите на ягуарчики можно выехать можно и на гранте выехать но не факт что домой вернешься но не суть такие дела до скорых встреч